СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Как создаются проекты благоустройства в городе Кирове, взгляд архитекторов. Такова тема нашей программы сегодня. И у нас пополнение состава. Но давайте напомним сначала, кто у нас в гостях был уже. Давайте по традиции с ведущих Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Добрый день, на правых ведущих мы здесь. Предлагаю все-таки как-то ускоряться, потому что людей-то прибавилось у нас действительно, гостей. И тема такая очень обширная, а временные рамки те же. Так что надо как-то плотненько... А мы уже обсудили, как мы это будем делать. Да. Итак, еще раз напомним. Давайте с новичков начнем все-таки. Алла Буркова, представитель Кировского отделения Союза... Все делает наперекор, Владимир Сметанин. Я одно, а другое. Женский взгляд, мужской взгляд. Давай продолжим. Алла Буркова, простите, представитель Кировского отделения Союза архитекторов России. Добрый день, Алла Марсовна. Еще один новичок Сергей Котов. В нашей студии сегодня это член Кировского отделения Союза архитекторов России. Руководитель авторской архитектурной мастерской. И с предыдущего часа у нас Антон Матюхин, архитектор мастерской линии «Стиль» и руководитель данной мастерской и член Кировского отделения Союза архитекторов России Лина Геполова. У нас идет голосование на сайте хакера.ру и нашей группе ВКонтакте. Мы просто там вот самые такие привлекательные объекты в смысле отдыха и горожан взяли, это парки, и спросили, какой парк в Кирове, на ваш взгляд, самый благоустроенный. На сайте хакера.ру лидирует парк имени Кирова, 43%. И далее пополам парк Победа и Александровский сад. Парк Гагарина, Кочеровский, Дендропарк вообще не называют. Александровский сад, 55% в нашей, вернее, группе ВКонтакте. Ну, наверное, это так и есть. Мы просто смотрим, замеряем градус, что сдвинут, ничего. За последние годы отношения парков ничего не сдвинулось абсолютно. Мы решили следующим образом построить второй наш час. До 16 минуты мы будем говорить о том, как, собственно говоря, вписываются архитекторы и работа городской администрации в смысле проектов по благоустройству в те стандарты, которые сейчас разрабатываются и запускаются. О них уже кое-что известно федеральными властями, в частности, Минстроем при содействии Института Стрелка. А после 16 минуты мы расспросим наших гостей, как они, собственно, видят благоустройство нашего города, откуда нужно начинать, что сейчас происходит, есть ли существенный проект, на который стоит обратить внимание. И будем принимать звонки от наших слушателей 211-101 с их взглядами и советами, что они думают по этому поводу. Вот вопрос, конечно, Али Марсовне. Я когда сказала, что вот тут Стрелка разрабатывает, вот тут Минстрой разрабатывает, к 2018 году все параметры будут уже на бумагу положены, нам спущены. И, может быть, где-нибудь там мы получим какие-то проекты, а может быть и софинансирование, и тут наши города расцветут. Ну, вы ведь знакомы, да, вот с этой программой, конечно, которую Минстрой сейчас реализует. И когда мы смотрим на Москву, мы думаем, боже мой, через пять лет и мы тоже там же. Я думаю, что когда сверху что-то спускается, то превращается это в штампы. Это то же самое, что мы живем в типовых домах. Вот не нравятся всем типовые дома, период хрущевский в решении проблем с застройкой, с квартирами, с жильем. Эти проблемы до сих пор существуют, но сейчас жители все говорят о том, что это серо, некрасиво, хотим лучше город, хотим лучше дома. Начинаются вопросы о их улучшении и то же самое с дворовыми участками. Как только мы получаем спецпредложение типовое, это типовое начинает загромождать индивидуальность. И получается, что мы получаем очередное типовое решение. Типовое, скажем, мышление, типовое отношение и так далее. Поэтому город Киров специфический город. Люди все разные. Так и любой другой, наверное. Да, люди все разные. Но живя в городе, видишь, что люди творческие хотят видеть свой двор другим, нежели соседний. Я должна тут все-таки поправить нас. Извините, Алла Марсовна, все-таки цель вот этого национального проекта это вовлечь жителей от чиновников, архитекторов до городских рядовых граждан и помочь им улучшить свой родной город. То есть все-таки, видимо, это не будут какие-то типовые проекты, а это будет, скорее всего, механизм, который будет представлен для того, чтобы... Или мы неправильно как-то понимаем. Вы знаете, у нас, как правило, мы хотим как лучше, получается, как всегда, обязательно спустят чего-нибудь сверху и начнут навязывать свое решение. А еще скажут, еще и на свои деньги делайте. Да, еще на свои деньги делайте. Дело в том, что когда мы здесь на местах, в своих регионах решаем вопросы, и нам помогают тем, что не мешают, это хорошо. А когда направляют и начинают говорить, как нам нужно жить и каким лучшим образом сделать свой двор, то тут получается вот уже, а мне не нравится, как они нам предлагают. Мне бы хотелось по-другому. И поэтому получается, что я считаю, что у нас здесь грамотные архитекторы живут в городе не один год. Вот, родившиеся здесь же, в Кировской области, в городе Кирове, получившие образование, ну, скажем, в регионах соседних, но специализированное образование. И зная всю свою специфику города, конечно, применяя типовые какие-то решения, но в каждом дворе индивидуально, поэтому дворы получаются разные. Даже на сегодняшний день, закупая типовые оборудования для детской площадки, на каждом участке оно ставится там, где его удобно поставить. И как по планировке самого двора. И дворики-то они разные получаются. Сейчас все-таки вопрос, давайте вернемся, деньги же выделяются, федеральные. До 2022 года, и в том числе Кировская область, будет исчислилена довольно серьезными траншами. У нас софинансирование всего 5%, да, мы единственное, как было сказано вчера, то вот мы вместе были как раз, да, с Леной Геннадьевной. Всего 5% область софинансирует в этом большом проекте по благоустройству. 95% средств федеральных. И вроде бы, если мы себя хорошо засветим в этом году со своими проектами реализации, сейчас у нас дворы, как вы знаете, да, парки, 4 штуки в Кирове. Скверы. Скверы. Четыре парка будет. Скверы туда не входят, только четыре парка. Значит, то мы можем рассчитывать на такие же глобальные транши и в следующем году, и до 2022. И вот здесь как раз вопрос. Что из себя эти проекты представляют по благоустройству, которые Минстрой отправляет для получения вот этих денег? И участвует ли архитектурное сообщество города Кирова в их разработке? И сейчас уже к вам обратились, и вы представляете, еще четыре года, то есть уже нужно думать наперед. Мы должны их будем предоставить в конце следующего года новый список с разработками, с проектами, со всеми делами вот этими. Сейчас очень активно разрабатывают МБО-архитектура, дворовые участки и три организации, которые включаются еще как бы вот в предложение по благоустройству дворовых территорий, чтобы в последующем как раз были предложения от желающих поучаствовать в этой программе. Но в основном сейчас дворами занимается именно администрация и МБО-архитектура. То есть к сообществу архитекторов и дизайнеров активного обращения пока не будет. А вы хотели бы этим заниматься? Хотела бы желательно за деньги. Есть профессиональные, желательно за деньги. Ну то есть хватает сил МБО-архитектуры на то, чтобы исполнять такие проекты? И вот у Володи был до эфира тоже такой вопрос. А как вы оцениваете вообще уровень специалистов МБО-архитектуры, их взгляды, владение современными технологиями, видение города? В МБО-архитектуре я, конечно, не говорю о том, что там реклама и тому подобное. Это нет-нет-нет. Факт то, что в этой организации работают члены союза архитекторов со специальным архитектурным образованием. Там есть и дизайнеры со специальным образованием. И уровень, конечно, достойный. И ребята, конечно, справляются, но с трудом. Очень большой объем. Объем большой. Да, большой объем. И сроки. И сроки очень тоже сжатые. Но факт то, что все равно справляются и делают. И знаю, что на сегодняшний день есть такой вопрос о том, чтобы разработать проект благоустройства Кочаровского парка. Подождите, он же уже есть, Кочаровского парка, проект. Ну сюда Вячеслав Николаевич Симаков приходил прямо с проектом. Вот мы его рассматривали здесь, в этой студии. Ну вот я говорю, что это в принципе... Так ведь он есть уже. Уже несколько лет, как он лежал в столе. И сейчас его достали. Ну просто вот здесь рассказывали у нас, в этой программе. Да, я знаю, что его несколько лет назад уже делали. Но на сегодняшний день, как мы говорим, все что забытое старое, но прекрасное новое. Немножечко... Что такое? То есть туда будут какие-то изменения внесены? Конечно. Что вы думаете? Естественно, если будет выделено определенное количество денег на благоустройство данного парка, все равно будет корректировка. А там самое большое количество денег, да, это выделяется? Вот если это смогут. Вот все, что в парке предусмотрено было когда-то, это реализовать, то это замечательно. Но я уверена, что будет корректировка. Так, давайте сейчас прервемся буквально. А дальше все-таки хотелось бы пояснение. Вот если НБУ архитектура не справляется, то почему не обращаются к каким-то другим организациям архитектурным? Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Летим дальше над просторами нашего города. Итак, мы все-таки должны дать высказаться всем нашим гостям по поводу их собственного видения, да, развития внешнего облика города. Может быть, все-таки мы ответим, вот более коротко, да, объемы большие, да. Справляются с трудом или не справляются все-таки? Нет, справляются, справляются, но с трудом, конечно, руководят данные. Вы, наверное, просто очень дорогие все. Вот и все, вот и приходится карпеть НБУ архитектуры. А иначе бы к вам обратились, нет? Я думаю, в перспективе так и будет. Просто я думаю, что тут именно надо было консолидироваться в одной организации, возможно, чтобы решить, может быть, какие-то типовые подходы в решении дворов. Я думаю, что потом выйдут на другие мастерские, на другие организации. То есть в этом году у вас есть такое ощущение, что выйдут на другие архитектурные проекты? Они будут вынуждены. Других проектировщиков? Просто, да. Высообразный аутсорсинг такой, да? Для того, чтобы участвовать эффективно в программе как раз по благоустройству федерации. Единственное, что неизвестно, как бы, например, будут ли привлечены специалисты в НБУ архитектуру, или, например, будут распределены между какими-то мастерскими. Это посмотрим. Но то, что расширение круга профессионалов, участвующих в благоустройстве, это наверняка. Ну, в общем так. Пока что все проходило достаточно сумбурно, в очень сжатые сроки. Об этом открыто говорили также и представители администрации. Сроки были минимальные, поэтому достали то, что было, отправили на утверждение, и, слава богу, деньги получили. А вот в этом году, скорее всего, где-то весной, в начале лета, нужно будет провести, у меня такое ощущение, не знаю, согласитесь ли вы, анализ все-таки. Справляемся, не справляемся. Потому что, как уже было сказано, по итогам года, по итогам реализации этих проектов, федерация будет смотреть, дать нам денег еще столько же или не дать. И вот тут уже... Видите, у нас лето короткое. Освойте 89 объектов в течение этого лета, благоустройство сделать. О счастливте 89 дворов города. А там вот и будем посмотреть. Потому что, что придет у нас в декабре, спустят сверху деньги. Мы как будем их осваивать на благоустройство? У меня вопрос. Не знаю. Вот именно. Вот именно. Поэтому получается, что давайте посмотрим, насколько это реально в этом году. И хотелось бы проследить, что реальные 89 дворовых участков будут благоустроены именно в течение сжатых сроков. И люди радовались бы летом. Еще освоены качественно и так, как задумано в проектах. Вы еще скажите про свой любимый авторский надзор. Нет, ну, дело-то в том, что тут уже вопросы уже нормально, что есть деньги федеральные, надо отчитываться. И тут все равно будет авторский надзор. Людей, кто проектировал и кто с этим дело связано. Да, это будет лично Дмитрий Анатольевич Медведев. Сергей Владимирович, подключайтесь к нам. Автор проекта. Давайте мы вот сейчас, Володя, то, что ты уже сказал, то, что мы обсуждали, перейдем, в общем, ко взгляду архитекторов на благоустройство города. Откуда нужно идти и какими методами, да, какие зоны, может быть, благоустроить, в первую очередь. Это постараемся от общего к часу. Потому что совершенно верно, мы же понимаем, что вот эти пока что 86 дворов, это минимальное благоустройство. Да, да. Капля в море. Я немножко на перспективу бы хотел еще определить площадки, которые городу, я считаю, и нужны, и необходимы. Это только бы его украсило. Замечательная идея вот как раз со своими реки Люльченко. Мы получаем пешеходно-велосипедную магистраль в центре города. Я в любую точку города могу добраться по ней мгновенно. Мне не надо никаких развязок, потому что все это под мостами, под всеми проходит. Ну и для города такая вот парк с водными какими-то вещами, это гораздо предпочтительнее, чем просто на лужейке гулять. Вот эта идея была озвучена здесь же у нас в Урбане. Потом она была поддержана правительством, кстати говоря, областным. И даже, если мне память не изменяет, Игорь Владимирович Васильев упоминал ленточные парки в связи с Люльченко и Хлыновкой. Пока движений, кроме некоторых запросов, в разные инстанции не было, мы не знаем, что будет происходить. Надо будет задать вопрос Оле Викторовне Албеговой, которая тоже в этом проекте, хотя она к благоустройству вроде не имеет отношения, но вот рекурирует. Вы поддерживаете, вы считаете, что это важно? Здесь бы, я считаю, что как раз по мастерским бы можно было раздать и с удовольствием бы поучаствовали. Это было бы главным украслением города. И вот еще хочу обратить на что внимание. Вот у нас для меня такая мечта все-таки сделать поймы реки Вятки, это между районом Коминтерна и города. Замечательная территория, которую нужно осваивать. А как там можно ее освоить? Она же заливается. Ну заливается. Вы обратите внимание, она уже начинает осваиваться. Датчики там такие симпатичные. Ну в одной стороне сдачки, а с другой стороны появляются уже какие-то складские сооружения. Раз можно, бизнес осваивает. И заметьте, осваивает. Да, бизнес осваивает, а значит получается, значит можно что-то сделать? Делают просто, это делается очень просто. Ну я уже не говорю, что ладно, там в Арабских Эмиратах они в море осваивают, отсыпают острова и делают какие-то высотки. У нас, ну не море как бы, но пойма, но это тоже позволяет нам делать. Рядом есть река, ставьте земснаряд, намывайте песок, на этом песке ставьте высотку. Появился один островок. Заодно углубляя русло руки. Делайте второй островок, соединяйте их трассой. То есть и таким квадратно-гнездовым способом отсекайте дамбы затопляемую часть. Дальше у нас проблемы, допустим, с возозабором тем же. Давайте реку Вятку вот в этом районе города приберем, сделаем там, ну не гранитные мостовые, но хотя бы ее укрепим берега. Это, во-первых, нам позволит регулировать, поднять воду, ну для Ковченкина, что немаловажно, русло как-то уже более-менее почистить. Вот. И как раз вот эти все вещи в пойме, где появятся, там старицы есть замечательные. Вот вы сейчас говорили про колесо обозрения. Вот там, а на месте. Динопарк там на месте. Зоопарк там на месте. Понимаете, там получается такая шикарная зона отдыха, что ну просто с удовольствием люди посещали и завидовали. А вот развитие города в сторону Кирово-Чепецка, это две у нас, получается, основные магистрали, которые растягивают сети, большая нагрузка на транспортные схемы. То есть, практика показала, они не совсем хороши, это вот в Перми особенно видно. А вот город компактный, круглый, то есть, мое мнение, нужно вот потихонечку переходить и обратить внимание на пойму реки Вяткин. Ну это такие глобальные проекты, первые еще раз. Ну глобально они еще как, вот понимаете, каждый раз на всех заседаниях, советах нам говорят, нам не хватает зеленых зон, на них хватает зеленых зон, у нас не по нормативам. Давайте вот все сделаем в этом компактном районе, включим туда вот эту пойму реки Вяткин. Я уверен, у нас по зеленым зонам, по всему освоим Люльченко, будет нормально. А наши девелоперы способны освоить вот эти территории? И как они могут увидеть свою выгоду, при каких условиях? Раньше мы считали, что подземные гаражи, это какой-то миф, и никогда их не будет. Сейчас везде и всюду они появляются. Я уже говорю, вижу, что появляются, раз появился склад какой-то небольшой, намыли песка, хватило им средств, допустим, и он стал выгодным, то для многоэтажки, единственное, что там, конечно, в первую очередь пойдут многоэтажки. Пятачок надо намыть небольшой, с многоэтажки хорошая отдача. В Нижнем такой микрорайон намыли. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде, да, да, да. Вот мы когда во время учебы появились первые дома, сейчас там это растет, и там просто процветающий микрорайон, зеленый, со своими коммуникациями, с кинотеатрами, с театрами. Да, ведь там ведь можно заложить все коммуникации уже в соответствии с современными требованиями, без проводов, в воздухе, да, вот это все. Так, что такое, неужели нельзя? Ну, это, конечно, мечта, мечты должны сбываться. И мечтайте правильно. А насчет проводов, что они вам мешают? Ну да, я хочу прям как Барселоне. Ну, вот знаете, вот есть такие вопросы по решению транспортной схемы. Мы со студентами разговаривали, что же можно сделать для Кирова. Мы мечтали метро, ну, это у нас мечта. Долгие годы уже об этом говорится. Но вот рассуждая, мы говорим, что можно сделать монорельс. Это тоже. Подвесить, наоборот, да? Давайте хотя бы придем сначала к велосипедным дорожкам. Нет, так вот у меня еще... Нет, это мечтать, я говорю, мечтать. Нужно мечтать правильно, и мечты сбываются. Я просто не думала, что провода, там, убранные под землю, коммуникации правильно проложены. Это какая-то серьезная, прям такая задача нереализуемая. Почему? Нереализованная? Можно. Самое простое. Вот самое простое. Нет, я вот, допустим, про третий мост тоже в вашей же передаче сколько раз слышу. Я не понимаю, а какую проблему он нам решает? Ну, выйдут люди по нему. И в районе суботихи. Суботихи, да, я тоже об этом могу. Там же все встретятся. И что дальше? Что дальше? Кстати, мы немножко от темы уж темы. Нет, не совсем от темы. А вот я бы предложил, если осваиваем пульму как раз вот этой нашей любимой вятки, вот там бы третий мост оказался бы по делу. Хорошо. Возвращаемся к благоустройству города и к проектам по благоустройству, которые сейчас можно реализовать. Вот, Алла Марсовна, Сергей сказал, что хорошо оттолкнуться от реки. Его поддержала Алина Геннадьевна, да? Это хорошо. Что от Люльчинки, если бы оттолкнулись, это получило бы свое развитие. А вы? Что думаете? Я только за, потому что нам правда не хватает озеленения. Нам и в нашем городе при желании стараются застроить даже в проектах существующие бульвары. По Московской улице был большой бульвар от улицы Солнечной до проспекта Строителей. Ну и вот, в принципе, по возможности его стараются застраивать на сегодняшний день или расположить там стоянку. Очень жалко, потому что все-таки бульвар есть бульвар. И вот существующие наши бульвары здесь вот сейчас уже реализованные говорят о том, что люди-то там бывают и гуляют и зимой, и летом, и осенью. Очень приятно ходить по нему, гулять вот в том нашем зеленом районе. Как раз сейчас стоит очень важная такая, как бы, вернее, обсуждается идея активности использования городских пространств. То есть как привлечь население для того, чтобы вот эти общественные зоны, они использовались и активно эксплуатировались. И самими же жильцами, как бы, сами же жители ухаживали, потому что, чтобы любили эти пространства. Поэтому бульвар – это одна из любимых таких вот зон. В принципе, да, понимаете, вот что получается, что вот как раз район Люльчинки, это улица Солнечная и перекресток Московской. Ердяково. Ердяково. Именно территорию бульвара. А вот жители, которые живут вокруг вот этих вот, зная, что здесь будет бульвар, у нас очень активные жители, они бы могли помочь посадить деревья около себя. А там как раз завод у нас, хлеба, маргариновый, там, макомакаронный. Кстати, участвовал в свое время в разработке, маргариновый завод в разработке проектов этой территории, даже готов был финансировать. Да, но на сегодняшний день там у нас вот два салона, заправка, то есть мы лишились одним махом от очень большой территории озеленения. Вот, и это проблема. Ну, мы сейчас лишаемся потихонечку еще одной территории озеленения, это территория бывшего Квату, где можно было тоже озеленить, так и зеленить. Дело в том, что территория бывшего Квату, это монастырь, и его... Это не вся территория. Не факт, на сегодняшний день заброшенный, никем не... Там такие машины, я вам хочу сказать, выезжают с этой территории, я буквально вчера наблюдала. Очень даже... Военные, что ли? Да. Да какие военные? Танки. Нет, не танки, не танки. Вот, и, так вот, я хочу сказать, что территория, пусть даже не вся, но она была, принадлежит монастырю, его пытались отдать, не в курсе я, отдали или нет епархии, но на сегодняшний день все заброшено, все там разрушается, и мне очень жалко, потому что когда была территория, принадлежала Квату, здания существовали в очень прекрасном состоянии, и они использовались, даже, можно сказать, все по назначению. Да, там учебные корпуса были. Да, были учебные корпуса. Да, Алла Марсовна, значит, территория Квату, мною изучена с моих, там, совсем детских лет, потому что папа у меня там служил замполитом, вот, я прекрасно все знаю, там отчаянных заканчивая казармой. Так вот, территория, которая может быть отдана или уже передана РПЦ, это может быть одна вторая или одна третья или одна четвертая от всей территории Квату, потому что там еще были плац, озеро, вернее, пруд, там был огромный аэродром с вертолетами, там были казармы, и вот эта территория уже застраивается активно, активно застраивается жилыми домами, большими, к которым подъехать невозможно с улицы Московской. Я вчера там машину чуть не пробила, когда заезжала там в клинику. Понимаете, это ужас просто, что делать. Так вот, ладно, эта территория еще какая-то есть, вроде сохранилась, и у нас был, кстати говоря, эфир по этому поводу, и голосование, и люди звонили, и люди хотели бы там видеть большое парковое пространство с образовательными учреждениями. Но я не знаю, кто их услышит. Сейчас прервемся на две минуты и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Очень мало времени остается, поэтому давайте сейчас четко наших специалистов, гостей, архитекторов мы попросим все-таки высказаться по их видению архитектурного будущего нашего города. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях архитектор Сергей Котов, Алла Буркова, Антон Матюхин и Лина Геплова. У нас есть телефонный звонок. Есть звонок? Давайте. Алло. 211. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Казаков Роман Николаевич. Роман Николаевич, буквально несколько секунд. Очень тема у вас такая интересная. Дважды обращался в городскую администрацию еще в бытность господина Быкова с предложением именно о благоустройстве поймы реки Люльчинки. Предлагал речку загнать в бетонную трубу, устроить несколько таких прудовых выходов и сделать там потрясающую зону отдыха. Так полностью оборудили Стормовский район ниже Новгороде. Опыт уже есть, как говорится. Спасибо. Спасибо, Роман Николаевич. Такой вариант, Сергей Владимирович? Да. Возможно, да? Возможно. То же самое в Новосибирске сделано, в районе реки Каменки. Века проходит через весь город, они ее использовали. Почему нет? Кстати, я не совсем уверена, что эта программа, к которой мы все время ссылаемся, поскольку там есть деньги федеральные, она будет включать в себя такие большие объекты и глобальные проекты. Пока речь идет только о том, чтобы поставить лавочки и фонари зажечь в дворах. Ну вот у него с трубой это интересная идея. То есть все-таки не открытая вода, в которую будут все бросать, она будет защищена, по крайней мере. И те водоемы, которые будут, ну все равно же обслуживаются. А выходы можно обустроить всевозможным образом. Ну вот смотрите, мы всегда говорили о благоустройстве оврагов, и эта тема начинала работать еще, скажем, в послеваренный период. Есть вопросы и благоустройства, и конкурсы, и там распоряжение, администрация была. Комсомольцы выходили, вот это, вчистили овраг тот, который сейчас вот у нас около Карла Маркса, я имею в виду. Сквер, сквер 60-летие? Да, да, да. И смотрите, потом мы говорили о том, что давайте мы дальше будем это благоустраивать. Ведь смотрите, хоть как-то потихоньку, но на сегодняшний день, в 21 веке, все-таки началось облагоустройство этих оврагов. И причем я очень, ну, очень медленно идти. Что там благоустраивается, извините? Расскажите, я что-то из своего окна не вижу. Строительство идет, ведется, да. Где? Заморозили. Заморозили. Знаете, как вели это строительство? Знаем. Вот, я просто хочу сказать о том, что все равно какие-то поползновения в этом направлении есть, и поэтому... Так вот, плохо-то о том, что то, что поползновение... То есть, применение к оврагу поползновения нельзя. Вот, знаете, мне кажется, сейчас вот в этой программе очень главное привести в хорошее состояние наши коммуникации, дороги, тротуары, газоны. Не в программе Урбана, в программе Федеральной по благоустройству. Да, именно в программе, вот в этой, где деньги выделяются, надо просто вот очень взвешенно подойти к распределению этих средств, чтобы снять вот эти самые острые вопросы, потому что это будет привлекательным моментом для нашего города, когда на самом деле площади, дороги, дворы. 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 Вот мы, конечно, замахнули здесь на то прекрасно, о чем мы мечтаем, да, потому что у архитекторов фантазии хватает. Мы видим, что можно сделать, чтобы город был, ну, вообще суперский вот такой вот, да. И очень хочется, на самом деле, эти коммуникации, вот те природные явления, которые у нас есть, вот прямо чтобы они послужили на все 100% для благоустройства города. Но хочется, чтобы то, что задумано вот на этом этапе, оно воплощалось реально, как бы от наших фантазий буйных, как бы переходило в реальность. И для этого, к вопросу моего любимого авторского надзора, как бы очень важно, чтобы те проекты, которые задуманы, чтобы они были, они контролировались до самого воплощения. Нам нужно поговорить, будет в следующей программе, все-таки с девелоперами, да, потому что, на самом деле, все заявления о том, как будет благоустраиваться территория, что будет в той же пойме Люльчинки. Я помню тоже, поскольку я там тоже жила в свое время, да, не только ходила, маршировала там в квоту. Значит, все, кто поселялся на улице Кирпичной и Солнечной, там дальше, они говорили, что, боже мой, мы сюда заселимся, потому что нам обещают набережную, нам обещают все, и строить эти набережные, и благоустраивать будут девелоперы, будут строительные компании. И строительные компании предоставляли проекты, где было все красиво нарисовано. Вот мой дом, вот мой парк, вот набережная. Кто это сделал? Ни разу никто не сделал, да? Никто не сделал, да. А между прочим, господин Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, говорит, что комплексное освоение территории – мировой тренд, и что даже девелоперам, которые будут реализовывать именно такие проекты, будет для них объявлен национальный архитектурный конкурс, уже объявили в 15 городах, Кирова там нет, но в этих – да, где будет федеральная какая-то тоже поддержка и софинансирование. Я не знаю, дойдет ли это когда-нибудь до нас, и дойдет ли это когда-нибудь до девелоперов, и дойдет ли это когда-нибудь до администрации и городской думы. Мы вчера тоже об этом говорили, что почему же вы дума, почему же вы депутаты, не принимаете каких-то своих законов, даже если там федеральное законодательство вас не устраивает. Москва же это делает и легко делает. У нас есть и Госдума, и ОЗС, и наши сенаторы, пожалуйста, все призваны к тому, чтобы работать на благо города. Так вот, надо будет поговорить с девелоперами и узнать, что им мешает комплексно развивать территорию, или кто им мешает это делать, и при каких условиях они смогли бы это осуществлять, потому что кто еще будет это делать, ведь только они. Ну, в принципе, да. Ведь только они, правда же? У нас есть несколько крупных игроков, которые по-разному видят развитие своих микрорайонов, которые они строят. Ну, вот, например, на сегодняшний день я могу сказать, что очень хорошо осваивается Южный-3. Кто строит там? Кчуз. Вот. И когда мы разрабатывали микрорайон, то авторы проекта разрабатывали набережную. Очень хорошо осваивается сейчас эта территория. Набережную тоже. Но набережной нет. Набережной нет. И я хочу сказать, что, а когда, да, вы правы, когда разрабатывался весь микрорайон, и мы его защищали в городской администрации, то флагами размахивали о том, что набережная будет? Обязательно, да. Кстати говоря, флагом размахивала и компания «Железно», когда говорила о своем проекте «Елкин парк». Ну, пока у них там еще вроде как все в графике, надо будет съездить посмотреть. Флагом размахивал, соответственно, Укс-Авитек с красивой очень набережной Северной буквально еще недавно. Я не знаю, что будет сейчас. А Солнечный берег? Но Северные ворота ведь прекрасные же проектом, да? А Солнечный берег тоже размахивал флагом. И набережной нет. Размахивал флагом чистые пруды вместе с огромным парком и возможностью очистки вот этих самых прудов. То есть, понимаете, получается, что есть большие крупные компании, осваивающие такие огромные территории города, а в конечном итоге набережная – это проблема тех, кто хочет там гулять. Так ведь не только. А флагом размахивал прекрасные… То есть, если вы хотите… Наверное, не только набережные. Вот КССКА, давайте вспомним последние истории с метро-районом. Пускай вот осваивая все территории, да, мы не будем предоставлять компаниям следующую территорию. Пусть они закончат то, что они взяли на себя нагрузку и сделать набережную. Тем более, что выходят они… Довести до конца проекта. Конечно. Это введение местных властей. А конечно. Вот это еще история, давайте всех тогда уж вспомним, чтобы никто не остался разочарованным в нашей программе. Как ССКА вспомнил, сейчас идет история с метро, где повышается опять этажность, и где уже пробки и заторы, в ужасном состоянии дорога, и опять в отсутствии садиков и школ, и, да, и как бы вот этой вот всей истории. Школы. Школы. Именно школы, да. Там вот эта проблема школы встанет чуть ли не завтра, как только вырастет первый дом. Потому что, ой, детские сады, да, ну хорошо, прекрасно, пока дети маленькие, да, а вот из Метрограда попробуйте отвезти ребенка в школу. А вот эти три года, которые пройдут, когда он сходит в детский сад, то есть вот он в три года идет в детский сад, три года он отходил, и все. Метроград – это другая история, это не КССКА. Ну, это то же самое, это одна территория. Ну, вот они, получается, должны даже договориться в итоге, чтобы совместно развивать территорию. То есть Железно тоже нужно приглашать, да, КССКА нужно приглашать, Миронова нужно приглашать, всех нужно пригласить. Мы их пригласим, посмотрим, кто придет. Некоторые ходят регулярно, другие отказываются, но мы не будем критиковать. Еще раз мы с самого начала заявляли в нашей программе «Урбан», что у нас задача другая – найти решение помочь друг другу в развитии этого города. И поэтому постараемся запланировать в следующую среду именно встречи с девелоперами, с архитекторами и городской, например, администрацией, чтобы поговорили и рассказали, как договариваются насчет развития территории, чего не хватает, можно ли рассчитывать как-то на федеральный центр, и можно ли же, опять же, эту программу по логоустройству городской среды федеральную каким-то образом использовать в следующие годы для того, чтобы решить эти проблемы. Подошла программа. На этом завершаем, да, нашу беседу. Спасибо большое нашим гостям. Прилетели два часа как-то незаметно. Безусловно, все достойно того, чтобы еще раз собираться обсуждать. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...